А вот та же ситуация, но аналоговый осциллограф. То есть те же два канала. Вот этот канал, это наш прерывание от АЦП. Вот этот канал, это прерывание от таймера. Здесь АЦП видно, что какая-то такая маленькая рябь. Если мы будем увеличивать, то, конечно, никакой ясности не увидим. Ну, видно, что джиттер есть небольшой, что вот скачет. Вот здесь вот наше несанкционированное прерывание таймера, которое мы пытаемся сейчас будем вычитывать, кто это. Если я сейчас переключу синхронизацию на канал 2, который показывает прерывание от АЦП, то есть можно их разглядеть поплотнее. То есть опять же видно, что прерывания идут нечетко. То есть между ними есть какой-то джиттер, где проскакивают иногда. Вот это вот, грубо говоря, статистически постоянно. А вот эти вот случайные сбои возникают из-за какого-то приложения, которое у нас блокирует прерывание, но оно работает редко. Скажем, если вот это, допустим, с интервалом сколько? 5, 5, 10, 15 микросекунд, то вот это вот гораздо реже. Допустим, раз в 1 миллисекунду, а то и реже. Может быть там раз в 10 миллисекунд. Вот, потому они такие бледненькие. Но они есть, то есть можно определить. Конечно, так красиво, как с цифровым, где мы могли взять и длительность между импульсов выделить и синхронизироваться по этой величине, подробно разглядеть тут не получится. Но хотя бы видно, что что-то происходит.